Продолжается программа «Мужской понедельник» в 12.05 на часах. Вас приветствует Николай Голиков и Владимир Сметанин. Пора уходить нам из ботанического сада. А неохота? Возвращаться на грешную землю, окунуться в проблемы, вопросы и так далее. Мы приветствуем нашего гостя Андрей Воробьёв, руководитель автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт», эксперт общественной палаты нашего региона. Андрей, добрый день. Добрый день. И снова и снова мы будем погружаться в многочисленные вопросы, связанные с коммунальной сферой, платежей и так далее и тому подобное. Мы сегодня будем говорить в основном об индивидуальных приборах учёта тепла, а простым языком выражаясь тепловые счётчики на отопление. Вмонтируются в систему отопления и тем самым позволяют регулировать уровень потребляемого тепла. В холодное время года, естественно, можно убавить, можно прибавить. Но перед этим, как мы об этом заговорим, Андрей, я хочу, чтобы ты прокомментировал ситуацию, связанную с оплатами услуг энергетиков. Потому что соцсети до сих пор полнятся вот этими возмущениями, и люди выкладывают фотографии своих платёжек, где по 40-50 тысяч за электроэнергию насчитано. Что там за история произошла с изменением счетов и так далее? Давай людям всё-таки поясним. Платёжки пришли, не поймёшь, как это. Не будет бесполезным ещё раз напомнить, что же такое произошло-то, почему? Что случилось? Значит, есть компания «Энергосбыт плюс». Я напоминаю, что Андрей тот человек, который правду говорит без всяких приукрасок и так далее. Вот как оно есть? Что происходит? Есть компания «Энергосбыт плюс», которая занимается начислениями оплаты за горячую воду, за отопление для кировской теплосамжач компании. И у них, по моей информации, произошёл сбой в программе, где получилась такая ситуация, что часть лицевых счетов пропала, и вместо неё стали другие номера лицевых счетов. То есть некий технический сбой внутри компании. Обычные жители, мы, потребители, не виноваты в этом. Да, в этом, конечно же, потребители не виноваты. И получилась такая ситуация, что вместо обычных 500 рублей, например, ежемесячных за горячую воду, дорисовался не всегда даже один ноль, я бы сказал, и два ноля справа добавилось к этой цифре. То есть от 5 до 50 тысяч люди получают платёжки за горячую воду и отопление. То есть у некоторых там чуть ли не прединфарктное состояние. Подожди, за электроэнергию всё-таки, наверное? Сейчас отопления у нас нет. Там есть за горячую воду платёжки, за электроэнергию, а у некоторых ещё и за отопление. То есть некоторые, да, там получили платёжки, но сам факт в том, что их оплачивать не нужно, эти платёжки. Это сейчас ответственное заявление? Да, то есть пока не будет нормальных платёжных документов, где будут обоснованные и подтверждённые цифры, данную платёжку лучше не оплачивать, если вы понимаете, что она не соответствует тем показаниям, которые вы передали. Так, внимание, уважаемые, уважаемые все мы, если вам пришла вот такая огромная платёжка, оплачивать не нужно, куда-то надо позвонить, наверное, сказать, вы что мне прислали тут? Лучше всего не звонить, а лучше всего написать. Написать. Да, написать нужно непосредственно исполнителю коммунальных услуг, то есть тому лицу, кто занимается предоставлением вот этой коммунальной услуги по электроснабжению. То есть или это управляющая компания, или это ТСЖ, или если это прямой договор непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, то непосредственно, да, энергизбытовой организацией. То есть в писаном виде написать, что так и так пришла такая-то платёжка, она не соответствует реальным моим затратам электроэнергии, значит, я её оплачивать не буду, так что ли? Да. Так и написать, да? Да, то есть пока не будет. Прошу предоставить нормальные документы, да? Да, да, то есть и если в срок, который укажет, так сказать, гражданин, ему не пересчитают эту цифру, или деньги не вернут, если он их случайно оплатил. Случайно 50 тысяч заплатить. Случайно 50 тысяч обычному гаражаю, ну, вы знаете. Да и необычному 50 тысяч, знаешь, это всё, я не припомню. У многих это две месячные зарплаты. Но 50 тысяч, это не у всех. Ну, есть. Да, есть там цифры и тысячи, и две тысячи рублей, то есть там кто думает, ну, может быть ведь и такое. То есть если было 500, там стало 1000. Как я мог за тысячу нажать электроэнергии, что я должен был делать? Николай, это вы знаете, что вы не могли на тысячу нажать. Можно биткоины генерировать начать. Ну, если кто-то генерировал, он понимает, что он их генерировал. Да, я же ничего не генерировал. Вот как, например, в Германии сделано у них, там никто каждый месяц показания счётчиков не снимает и не передаёт. Раз в год приходит управляющая организация, смотрит показания и делает перерасчёт больше или меньше в сторону. Там по воде, по электричеству. Да, и тут это то же самое. То есть кто-то просто не смотрит показания счётчиков. У него было 500, например, там за электроэнергию рублей стало 1000. Ну, больше нажгли там, больше там включали микроволновую печь, там тёплый пол электрический. Или там стиральную машину, например, там не раз в день стирал, а два раза в день. Ну, я так условно говорю. То есть и там просто заплатили. А по факту оказалось, что не 1000, а 500. Это я к тому, что можно получить ещё штраф в размере 50% от разницы законно начисленной и, соответственно, незаконно начисленной. Штраф с компанией, которая... С компанией, которая неверно начисла. О, как. Да, это по закону. То есть можно не только пожаловаться, переспросить, проверить. А если ты уже заплатил, то есть можно ещё и штраф с них взыскать за то, что ты неправильно заплатил, получается. Даже если не заплатил. Даже если не заплатил. Даже если не пришлали вот эту платёжку, такую страшную, да, то это уже есть основание для обращения. О, это же штраф, он же по линии защиты прав потребителей, да, по-моему? Ну, не только. Он сейчас ещё у нас и установлен и в жилищном кодексе, и в правилах предоставления коммунальных услуг. То есть, в принципе, надо этим пользоваться. То есть напрямую в суд можно идти, то есть? Можно идти напрямую в суд, а можно и... Но перед этим надо обязательно написать письмо. То есть для, так сказать, для добровольного регулирования спора. То есть чтобы появилось основание для выплаты штрафа. Тогда уже... Понятно, понятно. Принцип понятен. Ну, меня, конечно, тут удивляет в очередной раз такой информационной поддержки всего этого. Ну, не очень-то и было, она присутствовала. Просто было сообщение о том, что срок продлён оплаты этих квитанций, да, сначала до 25 июля, по-моему. Ну, они сообщили, что в этом месяце без пени, вроде, когда не заплатите, всё без пени, вроде. Без упоминания того, что, в общем-то, накосячили-то мы по-большому. Ищущая причина, на самом деле, на уровне вот такой информации, что вроде бы сказали, что вот так. А официальной информации нет, по-моему. До 31 дня у нас по закону, а в любом случае, пени нет. То есть, если вы не заплатите в этом месяце и заплатите только через месяц, никто пени не начислит. То есть, как раз в следующем месяце, когда придёт квитанция, она уже должна быть с уточнёнными цифрами. И уже по ней можно спокойно платить. Всё понятно. Представляете, ну, это же трагедия, да, если поставить себя на место пожилого человека, который получает эту квитанцию. Особенно человек, который привык всегда платить всё, что получает. Тысяча рублей, да, которые это займут, но заплатят. Ой-ой-ой, где мои лекарства? Да вообще, где у меня такие деньги? Ну, в смысле, чтобы снять, собственно, удивление, мягко говоря, от пришедшей квитанции. Я бы сказал, это даже не просто, как бы, такой шок был, да, у людей. И я думаю, что это как раз был такой момент, который определяет, переходить на прямые договоры с ресурсниками или нет. Потому что, если вот будет такой бардак в начислении, то, соответственно, никакой выгоды ни для кого в прямых договорах или, как сейчас ещё действовали, прямые платежи у жителей не будет. То есть, если, собственно, поставщик услуги таким образом допускает ошибки, то уровень доверия, соответственно, к нему стремится к нулю, если такие ошибки допускать. И так никаких экономических стимулов нету для перехода на прямые договоры для жителей, так как появляются дополнительные квитанции. Что мы можем, да, президент Путин не так давно подписал соответствующий указ. А там неизвестно, человеческий фактор был, просто техника, что-то вот с ней случилось. Так это не имеет значения. Это в любом случае должен быть ответственный человек, который отвечает за работу этой программы. Если эта программа неправильно сработала, этот человек должен понести ответственность. Как минимум, какую-то финансовую. Андрей, главное даже не то, что мы должны знать, что это произошло, что произошло, кто понёс ответственность. И что в дальнейшем этого не будет, условно говоря. То есть, мы этой информации не имеем, от этого слухов-то сколько всяких. Итак, до перерыва, на который мы скоро уйдём, ещё раз, вот эти огромные суммы, если пришли ни с того, ни с сего, Андрей Воробёв рекомендует не оплачивать, ни в коем разе, да, писать официальное письмо. На поставщика услуги. На поставщика услуги и ждать ответ. Да, да. Совершенно верно, потому что никаких пений всё равно до 31-го дня не будет. Хорошо, мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим нашу беседу. Андрей Воробёв, руководитель автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт», эксперт региональной общественной палаты. Итак, переходим к нашей основной теме. В СМИ уже сообщили о том, что Конституционный суд закрепил право жильцов платить за отопление по индивидуальным счётчикам или приборам учёта, даже если соседи демонтировали свои приборы. Вот такой прецедент создан. Поводом было обращение одного из жителей Подмосковья. Ну, это всё можно прочитать в свободном доступе, да. Это информация, да, есть везде. Который заехал в дом, где были индивидуальные приборы учёта теплоустановленных. Потом соседи их демонтировали, а он оставил. Потом их демонтировали, а он оставил. И в конце концов доказал, что я могу и имею право по этим индивидуальным приборам платить, а общедомовые показатели мне до фени. Я хочу немножко прервать нашу беседу. Просто напомню, что у нас есть опрос на сайте, да, вот на эту тему. Поставить в своей квартире индивидуальный счётчик на отопление. Три варианта ответа. Готов, буду знать, что плачу только за себя. Второй вариант. Надо узнать, во что обойдётся установка. Третий. Что у нас там, народ, как к этому относится? Смотрю в нашей группе ВКонтакте. Результаты проголосовало пока немного человек, несколько десятков. 52% почти готов. Буду знать, что плачу только за себя. Ну и с не очень большим отрывом на втором месте 42% надо узнать. Ну вопрос это, собственно. Итак, давайте подробно разбираться. Имеем мы право ставить индивидуальные учёты прибора? Приборы учёта. Приборы учёта. Приборы учёта, да, тепла. Имеем право? А, право вы имели, и оно никуда не пропадало. Имеем. Поставить его можно в любой момент, всегда без согласования, без проекта, без технических условий, без специализированной организации. То есть звоним в свою управляющую компанию или куда там. Так, перекрость. Нет, 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 чисто технический вопрос. Пожалуйста, слейте в воду с системы, я тут хочу установить приборы. Всё. Слили, поставил. По-другому там пишется. По-другому? Да. Там пишется заявление о том, что такого-то числа, такого-то месяца, в такое-то время я планирую осуществить установку индивидуального прибора учёта на отопление. Или, по-просто говоря, теплощетчик. А, значит, жду вас в указанное время, прилагая копию паспорта на счётчик, копию свидетельства о поверке, что он, соответственно, пригоден для коммерческого учёта. Указывайте в заявлении свои паспортные данные, там, показания изначального счётчика, дату поверки, заводской его номер. И, соответственно, если управляющая компания или там ТСЖ не приходит в установленную дату и с вами не согласовывает другой срок, вы без неё самостоятельно ставите. И с первого дня следующего месяца, если, опять же, управляющая компания не составит акт ввода в эксплуатацию, данный счётчик считается введённым. Но это пока в отношении только счётчиков холодной воды, электроэнергии и так далее. — А по отоплению? — По отоплению порядок ввода точно такой же счётчик, и просто вопрос, можно ли будет по нему рассчитываться. То есть пока Конституционный суд ограничил дома, где можно осуществлять вот эти расчёты по индивидуальному счётчику, если не во всех помещениях они установлены. Потому что, как в ситуации у Сергея Деменца... — Это как раз-таки герой, который, собственно, дошёл до Конституционного суда тогда. — Да, там-то у него соседи посчитали, что-то такое рядом с батареей установлено, оно нам мешает закрыть и сделать красивый ремонт. — То есть они даже не поняли, что это какой-то учёт. — Да. — То есть мне это мешает шкафчик задвинуть, вот дай-ка его, если оно некрасивое, надо там фальш-манелью закрыть, да? — Да, мне это мешает, или мы вообще тут батареи срежем, сделаем тёплый пол, там что-нибудь ещё, или там выведем там на балкон, как у нас очень многие незаконно делают батареи, вот, и поэтому они их просто демонтировали. Даже не то, чтобы они за ними не следили, не поверяли, а просто их демонтируют. А, сказать, да, нам не надо, да чё, какая ерунда. Вот. И, соответственно, он как добропровязочный гражданин всё и там платил по счётчику, его поверял, а тут ему управляющая компания сказала, да нет, тут смотри-ка, у тебя соседи-то демонтировали счётчики, соответственно, давай ты будешь тогда рассчитываться на основании… — Общедомовых. — Общедомового, да. — Общедомового, да, прибора учёта, пропорциональной своей площади. Он говорит, так как же так, у меня же есть свой счётчик. Вот. И он пошёл в суд, а конкретно вот он пошёл в Пушкинский городской суд Московской области, где он просил суд обязать управляющую компанию осуществить перерасчёт, чтобы она ему перерасчитала плату за отопление именно по счётчику. — И он предоставил, соответственно, данные с этих индивидуальных приборов учёта. — Да, с индивидуального счётчика. Ему суд отказал в удовлетворении требований, он потом подал Московский областной суд, апелляционную жалобу там мы тоже отказали, потом он аккенсационную подал жалобу, ему определением там Московского областного суда тоже отказали. Ну, что вы понимали, он это всё делал не просто так. Он уже изначально хотел подавать жалобу в Конституционный суд. — Просто ему формально все инстанции нужно было пройти. — Ему надо было пройти, чтобы решение вступило в силу. — Потому что в КС сразу так не обратишься. — Да, так просто туда обратиться нельзя. И потом он ещё параллельно обращался ещё в Верховный суд, чтобы признать вот те пункты правил предоставления коммунальных слуг, на основании которых осуществляются такие расчёты за отопление на основании индивидуального приборов учёта, недействующими. Там ему тоже Верховный суд отказал, и в апелляционной станции тоже, и в передаче там в Президиум Верховного суда. И, соответственно, он когда все эти документы собрал, он уже через своего адвоката подал это заявление в Конституционный суд. — И тут у него срослось? — Да, тут у него всё получилось. Там, конечно, очень было, на мой взгляд, интересная мотивировка Конституционного суда, потому что она была связана не только с отоплением, с предоставлением коммунальных услуг, она была завязана на стратегию Министерства строительства ЖКХ о том, что у нас в планах в России надо серьёзно заниматься энергосбережением, что вот каждая единица тепла, которая экономится, она влияет на экологию. То есть там меньше выбросов какой-нибудь отдельной. — Нечего улицу греть и делать вклад в глобальное потепление. — Да, и всё в таком духе. То есть достаточно как бы так интересно, и на перспективу это было написано. — В общем, путь правильный был избран, получается. — Путь был правильный, и Конституционный суд в этом плане верно указал, что путь расчёта за тепловую энергию по индивидуальному прибору учёта является приоритетным. То есть он всё-таки в приоритете, надо к этому стремиться. То есть потому что кто-то хочет сэкономить, а кому-то, например, и 30 градусов холодно в квартире. То есть, соответственно, кому 30 градусов плюс это холодно в квартире, пусть платит больше. — Ну вот, открывай побольше задвижечку, пусть у тебя лучше греет. — Нет, так и, соответственно, ты плати больше. Если ты кого любишь, на него надо платить. — Андрей, вот сейчас практическую плоскость. Вот это решение Конституционного суда. Что оно значит для каждого из нас? Что мы сейчас, на что мы сейчас имеем право? — Ну, значит, то, что с 10 июля в тех домах, которые были введены в эксплуатацию, в том числе после капитального ремонта, и где были установлены во всех жилых и нежилых помещениях индивидуальные приборы учёта, то есть теплощадчики на квартиры… — То есть это относится к тем домам, где они были установлены изначально? — Изначально, да. — Это обычно новые дома? — Да, после 2012 года, по идее, вообще все дома, это по закону должны быть оборудованы индивидуальными приборами учёта. Хотя вот у меня дом от 2012 года, 25 сентября, сдавался. — А там нету, да? — У нас там их нет. Но это там связано с другими причинами. — Хорошо, возвращаемся. Соответственно, те собственники квартир, у которых стоят, индивидуальные приборы учёта, имеют право по ним рассчитываться, даже если у соседей эти счётчики были демонтированы или каким-то образом стали непригодны коммерческому учёту. — В общем, всё, что происходит за стенами твоей квартиры, это тебя волновать не должно. — У тебя счётчики работают, и по ним платят. — У тебя счётчики есть, ты снимаешь показания, и раз в месяц, собственно, либо идёшь лично оплачивать, либо там автоплатёж настроен и так далее. — А у кого этот счётчик вышел из строя или, например, не поверен, он будет оплачивать по нормативу. — Давайте ещё поясним разницу тут в платежах, она насколько существенная, когда ты платишь. Ну, если всё нормально, если там система вся отопления настроена, всё хорошо, намного выгоднее получается по индивидуальным приборам учёта платить. — Если всё нормально, всё настроено, то по индивидуальному прибору учёта платить выгоднее, так как общедомовые нужды в показания индивидуального прибора учёта не входят. А в норматив там уже как бы всё включено. То есть ты платишь и за свою квартиру, и за часть, так сказать, места общего пользования. — Ну, за личную площадку, подъезд. — Да, то есть там уже как бы всё рассчитано. — Вот поэтому в любом случае выгоднее, а если ещё подойти с умом и поставить к индивидуальному прибору учёта ещё терморегулятор, то есть специальный кран, который открывает и закрывает, то есть... — Ну, чтобы весной Африки не было, да, и чтобы наоборот осенью мороза. — Да, то есть весенний-осенний период можно значительно экономить, если установить ещё терморегулятор, который стоит 500 рублей. — Но не везде его можно поставить? — Нет, а терморегулятор можно везде установить. — Везде? — Да, он ставится на трубу, на входе в батарею. — Но он же регулирует подачу, да? — Да, да, совершенно верно. — А ты себе ограничил, а как соседям? Им же тоже меньше пойдёт в итоге, нет? — Там, если я себе ограничил, а соседям как раз пойдёт больше. — А, больше. — Ладно. — Извините, я домохозяина включил сейчас. — Я понимаю, нет, ты правильно вовремя включил, вот что оказывается. — А в домах, где в 90% по всей стране установлена в системе отопления вертикальная разводка, то есть когда стояки у нас идут и в спальне, и в комнате, и на кухне батареи, там лучше всего устанавливать так называемый распределитель тепла. — Это такие небольшие устройства, такие коробочки, там 5 на 10 квадратных сантиметров, которые устанавливаются непосредственно на батарею. — То есть вмонтируются, опять же, в систему отопления. — Да. — Между рёбер, я бы так сказал, даже батареи, неважно, там биометаллический радиатор или чугунный, он там пломбируется. — Вот. — И раз в несколько минут он снимает показания температуру самой батареи, меряет, и меряет температуру воздуха, которая рядом с батареей. — Угу. — И эти данные накапливают, и потом передаёт уже там, соответственно, на пульт определенных, где эти все показания систематизируются и считаются, и определяется доля, кто сколько тепла потребил. — То есть, соответственно, если у вас большая батарея… — Андрей сейчас внимательно смотрит на нашу батарею в студии, да? — Да. — Просто так легче. Представляешь себе, да? — Если батарея большая, там, соответственно, больше коэффициент. — Угу. — То есть потом эти показания этого распределителя умножаются на радиаторный ещё коэффициент. — Ну, ну, площадь-площадь просто больше, собственно, теплодача. — Да, потому что больше площадь. Вот. И получается, что, по сути, эффект тот же самый, как от теплосчётчика индивидуального. То есть так как мы не можем установить индивидуальные теплосчётчики в наших старых хрущёвках, так как изначально они не были там предусмотрены, мы можем установить там распределители, установить терморегуляторы, то есть вот эти краны, да, специальные, и уже начинать экономить. То есть это стоит, вот чтобы вы просто понимали... — Для примера так аккуратно назовём... — Да. Один теплосчётчик индивидуальный в среднем стоит 10 000 рублей. — Индивидуальный теплосчётчик? — Угу. — Да. Один распределитель... — Вот который на батарею, да? — Да, вот который, на батарею, вот такая коробочка, стоит 1500 рублей. — А терморегулятор стоит 500 рублей. То есть если у вас три батареи, вам надо три терморегулятора, это 1500 рублей, и три распределителя, то есть это 4500. Итого 6000. 6000 вы платите там межповерхный интервал 5-6 лет, то есть достаточно длительный срок, чтобы к ним не прикасаться. То есть они будут стоять и экономить. И, соответственно, уже экономить. И это окупится за несколько лет, если правильно к этому подходить. В общем, современные технологии нам позволяют действительно существенно экономить на коммунальных платежах. Все уже придумано, если можно так сказать. Я опять вспомнил про свой старый дом, где батареи срыты в панель, и к ним пробраться невозможно. Это уже клиника. В какое время строили это все? Когда уже не задумывались о том, что когда-то, видимо, коммунальные платежи таким непосильным временем на людей лягут. По сути, эти дома отапливают улицу, потому что батарея... А вот тут дома всегда трава. Вот такая полоска между сугробом и домом. Там всегда травка зеленая. И вот как раз по капитальному ремонту, после сдачи домов в эксплуатацию, где ремонтируется система отопления, надо как раз устанавливать такие распределители, чтобы капитальный ремонт был непросто. Я уже неоднократно повторяю. Все-таки надо или есть возможность такая? Такая возможность есть. Если жители на своем собрании скажут, что мы хотим вот эту штуку поставить... Включить как бы в план капремонта, да? Да. В фонд капремонта он не может отказать. Он не может отказать. Если жители хотят. Если это еще входит в предельную стоимость работ по капитальному ремонту системы отопления, то даже дополнительно не надо скидываться. Если это переходит за предельную, то немножко надо добавить. Это изначально было или это в этом году ведь, по-моему, включили в программу ремонт такой возможности? Андрей, получается, смотрите, там с небольшой квартирой... Нет, в этом году автоматизацию включили. А, 6 тысяч где-то на небольшую квартиру, ну, 10, может, на квартиру побольше, где-то 6-10 тысяч с квартиры, то, в принципе, сумма-то ведь не такая окаянная. Не такая окаянная, если еще с учетом того, что в районах области у нас тариф за тепловую энергию доходит до 7 тысяч рублей за геокалорию, это, я напомню, в Кирове 1800, а там до 7 тысяч, то есть это... То там такого рода суммы, они меньше, собственно... В 3,5 раза больше... У нас же в райцентрах олигархи одни живут, 7 тысяч, конечно. А окупаемость будет еще меньше. Еще быстрее срок окупаемости. Андрей Воробьев, руководитель автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт». У нас уже по разным каналам идут вопросы от слушателей, в том числе в группе ВКонтакте. Мы их заданим обязательно, да? Ну, в общем и целом, мы с этой темой завершили, да? Выяснили, что мы имеем право. Послушали примеры, что делать. Так что, пожалуйста, можете воспринимать как руководство к действию. Реклама небольшая, скоро продолжим нашу беседу. Напоминаю, что о конкретном решении Конституционного суда по конкретному гражданину мы сегодня сосредоточились, оттолкнулись от этой темы, но все-таки еще не договорили, да? Андрей Воробьев, руководитель автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт». Собственно, что дальше-то? КС должен сейчас или имеет право на правительство выйти с чем? И он уже вышел, да? Да, он уже в своем постановлении. Что для всей страны это значит в масштабах всего государства? Да, так как есть такой пробел в правовом регулировании, то Конституционный суд дал ясно понять, что федеральному собранию, то есть это у нас Госдума и Совет Федерации, а также правительство Российской Федерации, необходимо предусмотреть изменения, которые отрегулируют вот этот вот пробел в законодательстве, и в течение шести месяцев должны внести соответствующие изменения либо в жилищный кодекс, либо в правила предоставления коммунальных услуг, либо туда и туда. Но так как я активно слежу за тем, что происходит в законодательстве, в том числе и на экспертном уровне Москвы, которые обсуждаются законопроекты, я вижу, что вот с 22 февраля 2018 года Минстроем России уже был подготовлен проект изменения в постановлении правительства в части предоставления коммунальных услуг, где уже была заложена формула, согласно которой любой собственник, то есть в любой квартире, в любом доме можно установить прибор учета на отопление индивидуальное и по нему расплачиваться, вне зависимости от того... Есть там, были они изначально, да? Были в соседних квартирах или в этой квартире эти счетчики или нет. То есть, по сути, в любой хрущевке, в любой панельке или пятиэтажке можно установить себе в квартиру счетчики и начинать по нему платить. Когда будет принято это постановление? Да. А махнуться от решения КС ведь нельзя? Нет, оно действует непосредственно, да, не требует никакого там одобрения, согласования или там другого истолкования, То есть, изменения должны быть внесены, то есть, они будут внесены. Ясно. Вопрос только когда и именно в какой именно форме, да? Десять минут у нас остается, у нас по различным каналам, как я уже сказал, поступают вопросы Андрею Воробьеву, в частности, можете писать в комментариях под нашим опросом в группе ВКонтакте, поставить в своей квартире индивидуальный счетчик на отопление, вы готовы, либо хотите сначала узнать, во сколько это обойдется, или не готовы по тем или иным причинам. Ну и сейчас плачу немного, зачем мы оставим. Да, и вот как раз Валентина задает вопрос в тему нашего разговора. У меня угловая квартира, она пишет, с трех сторон улицам. Потреблять тепла мы будем больше, чем в остальных квартирах. Логично, да? Получается, что мы греем и соседей, и платим больше. Это каким-то образом будет учиться при установке индивидуального счетчика? Угловая квартира. Они будут платить больше, да, чем, например, сосед, у которого смежная квартира. То есть это, да, и в угловых квартирах, как правило... Я просто не до конца вспоминаю смысл фразы. Это будет как-то учитываться при установке индивидуального счетчика? Они, наверное, имели в виду, это по оплате. Да, по оплате, наверное, это тоже, да. Поставить его, поставить, и что тут учитывать? Они будут платить больше, чем соседик, у которого не глава квартиры, да. Ну, то есть надо просто обращаться к новым технологиям, которые позволяют сейчас теплоизоляцию сделать гораздо более сильную, даже в угловых квартирах, и, собственно говоря, в нормальную состояние вернуться. Есть такие варианты, просто посмотрите. Это просто можно комплексно подходить. Например, вот даже сейчас фонд капитального ремонта уже, по моим данным, точнее, не фонд капитального ремонта, а в домах, где есть специальный счет по капитальному ремонту, они делают уже вентилируемые фасады. То есть они утепляют фасад здания снаружи, и, соответственно, потери будут намного меньше. Намного меньше. И много таких домов, Киров, видимо, даже там. Да, и платить по счетчику индивидуально будут, соответственно, значительно меньше. А вот Анна, это уже следующая наша слушательница, она, видимо, сомневается в целесообразности установки индивидуальных приборов счета тепла. Она пишет, что будет все равно перерасчет по каким-то причинам, либо в конце года, либо в конце квартала. И это все перечеркнет, она считает, все плюсы установки счетчика. Могут еще что-нибудь придумать? Ну, то, что придумали, уже придумали. То есть это правило у нас установлено и не действует. По поводу перерасчета, никакого перерасчета уже не будет, по крайней мере, в Кировской области, потому что последний перерасчет был в первом квартале 2018 года за отопление, так как мы с прошлого года перешли на фактическую оплату. Четыре месяца не отапливаемся, восемь отапливаемся. Сейчас перерасчетов уже не будет. Сейчас перерасчетов не будет, да. То есть сейчас по факту сколько... А ведь могут что-нибудь придумать? Еще какой-нибудь перерасчет? Нет, если уж так откровенно? Очень сложно еще что-то еще придумать. Ну, там тоже стоят люди, работают над этим, наверное. Возможно. Давайте-ка пересчитаем. Сейчас найдем какой-нибудь нюансик, оттолкнемся от него. В любом законе можно щелочек найти. Нет, ну пока я не вижу никаких предпосылок для каких-то дополнительных перерасчетов, потому что сейчас, в принципе, система понятна и прозрачна. Другой вопрос. Нужно за ней осуществлять контроль. И платить только те суммы, которые вы считаете обоснованными и законными. Это вот возвращаясь к первой части нашего разговора. То есть, если вам пришла платежка на 50 тысяч, а вы знаете, что потребили на 500, то заплатите 500. Андрей еще... И международный рублей, а не тысяч. Да. У меня еще такой вопрос, Андрей, родился. Мы говорили о суммах, сколько индивидуальные приборы учета стоят, распределители эти, а затраты на это. Ну, в общем-то, сумма-то тоже немаленькие. Можно как-то компенсировать на покупку самых приборов? Или только в случае с капитальным ремонтом мы имеем право включить все в одну массу? Нет, я думаю, если вы индивидуально покупаете, то к тому, что компенсируют. Уже не компенсируют. Нет, ну вдруг какая-то, может, программа есть. А неплохо бы, если бы она была, кстати, на уровне проекта страны. Если мы говорим о том, что ресурсы надо сберегать, это энергосбережение реальное, то почему государству это тоже не может стимулировать. Вот, например, у нас пропагандирует государство уже много лет перевод транспорта на газомоторное топливо. Да блин, внедрите программу, чтобы народ действительно покупал это ГБО и как-то отбивал немножко свои затраты-то. Может, субсидии ввести какие-то? Раз это важная вещь для страны, почему нет? Или, например, это могла быть такая программа, что мы видим неоднократно зимой, как у нас спарят тепловые сети, всякие прорывы. Это же мы же все отапливаем-то. Зеленую траву мы видим. Оплачиваем мы все это. А что я сказал? Это я сказал, отапливаем. А, ну да. Мы отапливаем. Да, они отапливают, а мы оплачиваем. Да, мы оплачиваем, простите, да. Это я к чему. Вот эта зеленая трава зимой, которую мы видим, это место снега. Это как раз те тепловые потери, которые могли быть нивелированы установкой индивидуального теплого пункта в доме. То есть вместо центрального теплого пункта на пять домов можно было бы за счет теплоснабжающей организации установить индивидуальные пункты, тем самым сократив издержки, затраты, которые в теплом пункте, вот эти высокоэнергоемкие насосы, оборудование с большими потерями, тепловые потери в сетях и так далее. То есть можно было бы вот такой механизм даже разработать. Еще один вопрос, очень жизненный, но очень понятный, потому что в доме, где я живу, тоже сейчас нет горячей воды. Игорь Сергеевич, у нас на Карла Липпенко нет горячей воды уже три месяца, и он интересуется, будет ли какой-то перерасчет. Я думаю, что вопросом тысячи задаются этим. Счетчик считает, понятное дело, что сейчас холодную воду. Ну, то есть бежит-то холодная, а если ты поворачиваешь кран на горячую, из крана загорячивает, бежит холодная вода, а счетчик-то все равно считает, установленный на горячую воду. Вот чуть вопрос. Вот как возьмут потом за это? Я думаю, что вопрос простой, но очень распространенный, конечно. Да, но тут понятно, что надо... Вот ты думаешь, простите, да, вот чтобы у меня сейчас не насчитали за... Бежит-то холодная, а не насчитали, как загорячивает, я не буду поворачивать кран в эту сторону. Ну вот я неоднократно рассказывал о своем успешном опыте. Я думаю, будет не лишним, если я еще раз повторю, что я установил индивидуальный прибор учета на горячую воду с термодатчиком, который считает всю горячую воду с температурой 40 градусов и ниже, как захолодную. Потому что в законодательстве у нас прописано, если температура ниже... Отключается счетчик на горячую воду? Нет, он не отключается. Он считает, что всю воду, которая через него прошла, он ее просто делит на две части, которая выше 40 градусов, это горячая и ниже 40 градусов. Это электронная какая-то штукенция? Она намного дороже. Она намного дороже, но она окупила уже себя через полтора года использования. Тем более, если по три месяца нет воды горячей, а ты за нее платишь, что она быстро довольно себя окупит. То есть это для понимания... Ну, его тоже надо запломбировать, ну, пломбу поставить официально. Его зарегистрировать, да? Ну да, как бы все то же самое, как и с обычным счетчиком, но в моем случае... Блин, что такое не придумают, оказывается, уже есть это. Есть люди хорошие вообще делают. Но в моем случае вот как раз управляющая компания не захотела его опломбировать, и он автоматически был введен в эксплуатацию с первого числа. А я напомню историю, что в 2012 году управляющая компания Ленинского района, известная нам, она решила оспорить установку таких счетчиков в Ленинском районном суде. И, соответственно, там проиграла, там обращался прокурор. Андрей, две минуты, еще два вопроса надо успеть. То есть ставьте счетчики с термодатчиком и платите за горячую воду... Которая на самом деле горячая по ГОСТу, скажем так, по правилам. А за горячую воду меньше 40 градусов, как за холодную по тарифу, который в пять раз меньше горячей? Нет, ну, все-таки... А еще-то какой-то вариант есть для Игоря Сергеевича, который интересуется? Вот у него, видимо, обычные счетчики стоят. На холодную воду и на горячую. Перекрывайте воду на счетчик горячей воды. А ресурсно-сообщающая организация, управленческая компания, она все-таки должна пересчитать-то потом? Если он пользуется этими показаниями счетчиков, то как она его пересчитает? А, не пересчитает? А как она пересчитает? Счетчик накрутил. На самом-то деле, перекрыл воду, собственно говоря, у тебя... Надо перекрыть просто воду, ночью... Ух ты, какая штука-то получается интересная. И лучше в наших российских реалиях устанавливать водонагреватель. Кто еще не установил? Это понятно, да. Так, минута остается. Еще есть вопрос. Надежда, тоже вот прям конкретная задача. В каждой комнате свой стояк на батарее. Ясно. Сколько надо счетчиков, спрашивает она. Как учитывать тепло, непонятно. Ведь еще есть соседи сверху и снизу. Вот, это очень правильный вопрос. Да. Если... В индивидуальный дом давайте посоветуем переехать. Нет. Значит, на каждую батарею нужно установить либо свой прибор учета индивидуальный, либо лучше всего распределитель. Распределитель, потому что здесь вертикальная разводка в этом случае. Поэтому три. Да, там три у них, да, получается. В каждой комнате свой стояк на батарее. Ну, на каждую батарею. На каждую батарею, да. На каждую батарею. А то, что соседи там сверху и снизу, они будут еще дополнительно платить небольшую сумму на общедомовую нужды, которая рассчитывается по специальной формуле. То есть эта формула тоже у нас в законодательстве определена. Ой. Вот то есть распределители и покупать. Каждый раз, когда мы тем ЖКХ затрагиваем, еще масса вопросов остается, а время между тем поджимает. Так мы еще раз встретимся. Ну, что же делать-то? Андрею Воробьеву большое спасибо на постоянной основе. Слава богу, Андрей у нас растолковывает такие непростые вопросы. Но я думаю, что следующая наша встреча... И дает, кстати, очень полезные советы. Не за горами, безусловно. Спасибо. На этом мужской понедельник завершен. Андрей Воробьев, руководитель автономной некоммерческой организации, ЖКХ-эксперт, эксперт региональной общественной палаты. Мы с вами прощаемся в том же составе ведущих в пятницу, да? В пятницу. В пятницу. Если ничего не случится, и мало ли, я не против раньше. А через 20 минут слушайте особое мнение финансового эксперта, я так его представлю, Константина Кропанева. До свидания.